ребятки хочется ли вам уединение так как хочется мне это так отдыхают американцы и я решила одна прогуляться смотрите какая плакучая ива обожаю плакучие ивы нет слов я считаю что это одно из красивейших деревьев и вот пожалуйста свобода действия пришла тетечка одна завалилась оголила свои телеса красивущие и лежит и никаких комплексов никаких проблем никаких переживаний еще лифчик растянет опс не для малолетних нельзя такое показывать вот мне нравится у них такая уверенность внутри себя вы знаете настолько они без проблем без стеснения что приятно можно позавидовать я когда в детстве особенно была вы знаете может быть вы и не поверите но я была болезненно застенчивая да 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 это говорит кэт из городка вискосвилл которая открыла своя свой канал на как говорится все услышание все увидения и я говорю о том что я была безумно безумно застенчивая до такого состояния что это переходило в болезненное состояние я сама от этого страдала но я ничего не могла с собой поделать это было как-то изнутри меня вот этот болезненная стеснительность я всегда боялась смотреть людям в глаза я никогда не заговорила бы первое ни с кем а когда меня вызывали учителя я просто умирала я стояла и думала и чувствовала что у меня сейчас становится сердце я упаду просто молчаливый обморок я не знаю я была не разговорчивая не общительная не улыбчивая это вот мой портрет который у меня был в детстве и в ранней юности но когда я попала в колледж медицинский колледж меня как подменили вы знаете вот так вот произошел какой-то switch какое-то включение и я стала абсолютной противоположностью той кат которой я была в школе не знаю что это такое почему и как опять таки это все шло изнутри и в группе я уже была звезда телеэкрана болтовни и всего-всего что можно и нельзя центром вселенной центру внимания у меня рот не закрывался я была самая модная самая веселая общительная и т.д. и т.п. вот приходит со временем у некоторых а у некоторых уходят но у американцев здесь с этим проблем нету большинство из них я не принципе я никогда не встречала как сказать американцы которые очень стеснительные здесь они все очень уверенные в себя так что надо с этим родиться мне кажется а сегодня вот я захотела уединение тишины и покоя меня потянуло на природу так же как эту тетечку на 5 баллов молодая девица лежит представляете вот сейчас я как лягу рядом с ней пузо оголю свое красивое мускулистое после йоги и буду лежать вот на красота пойдемте прогуляемся вот она моя плакучая ива красотища я обожаю посмотрите и наверно сто лет и наверно сто лет и еще вот одна прелесть там бежит какая-то местная речушка и там вот мостик красиво просто нет слов красота я вообще человек очень общительный и меня очень часто одиночество угнетает я люблю когда вокруг меня много народу чем больше тем лучше я люблю чтобы со мной были рядом родные близкие и друзья я знаю таких людей которых одиночество совершенно не напрягает а наоборот общество утомляет я знаю таких людей которым не нужен никто не что ни родственники не нужны не друзья не нужны ромашишки дикие боже мой сто лет не видела сто лет не видела диких ромашишек и вот такие люди могут сидеть просто сами с собой они абсолютно ли как говорится абсолютно happy абсолютно счастливы я не отношусь к числу и к разряду таких людей мне нужно общение мне нужно чтобы вокруг меня все кипятилось пузырилось и пузырилось чем более активно тем лучше мне нужны мои магазины которые поблизости и цивилизация вот такие у нас зелененькие райончики посмотрите вот там вот на горе стоит дом красивенько но для меня чересчур экзотично я люблю чтобы мои соседи были рядышком со мною чтобы они были поблизости ну как у меня например моя любимая соседушка живет напротив моего дома мы утром просыпаемся я подхожу к окошку глаза не мытые волосы не чесаны зубы не чищены но зато мы улыбаемся и друг другу машем из окошка доброе утро говорим вот это вот я понимаю жизнь а жить в лесу у меня есть знакомые которые просто живут в лесу ближайших соседей не видать и не слыхать надо ехать на машине им нравится такая жизнь опять-таки говорю это не для меня посмотрите какая красота безумные безумные пошли тучи у нас светило солнце жара была около 40 градусов сегодня и резко пошли просто чернющие тучи хотя не передавали дождя я не знаю или гидромицент здесь ошибается и дождь будет или это все пройдет стороной здесь когда-то в этом озерке плавали лебеди такие обалденные лебеди просто красота что с ними сделали я не знаю потом здесь было все в уточках утки просто заполонили и гусики гуси но потом вот на бережку вокруг всего этого озерца правители города поставили таблички что они запрещают людям кормить гусей и уток он одна бедная осталась на она заблудилась потерялась они запрещают кормить уточек и гусей потому что они размножаются просто в безумных количествах и потом они уносят урон сельскому хозяйству они налетают на кукурузные поля здесь и наносят урон и большой материальный ущерб нашим американским фермерам из-за этого было запрещено их кормить чтобы было как говорится забыла это слово хотела сказать миграция наверно до миграция всех этих птичек и чтобы они улетали в другие места ну вот я думаю что они добились результата и у них это вышло озерцо практически пустое рыбок я никаких не вижу но все равно красиво обожаю плакучие ивы плакучие ивы напоминают мне мое детство опять-таки которое прошло у меня в белгородской области село мазикино там у меня была моя любимая бабулечка дедулечка и до сих пор очень много родных у меня так что кто слышит меня кто видит меня оттуда я вас всех люблю целую большой большой привет и надеюсь что мы скоро увидимся а а и 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 Продолжение следует...